Вот эта копь, которую предстоит работать. Которая в длину стала уже около 30 метров. Начинались ямки. Вот где стоят лопаты, ближе сюда, заваленное место, его придется вот это хозяйство. Все придется снимать и углубляться вон туда. На метр примерно, если повезет. Если нет, то больше. В дальнем конце работал Саша Маковецкий. Вот вы видите кувалду там. Это он там промышлял. Сколько здесь мы вытащили камня. Ужас. Вот оно, это место. Прямо вот сюда. Нужно заглубиться. Выдурительно снял все эти камни. Все, пока. Ужаснейшая погода. Идет дождик. Пленка уж на несколько раз свела эту воду. Нашел маленький карман. Берила не видно. Дымчат, осколки. Вот. Где это, чтоб можно было видеть? Вот это наш ноль. Кувалда. Вот здесь вот даже не кармашек, а ручеек. Около кувалды. Точнее вот сюда вот. Вот. А здесь, здесь кварц. Идет дядюшка. Дядюшка. Если будет интересно, еще включу. Это камера не отказала. Хорошо, потрудились. Наломали много камней. Вот так вот светлее будет виднее. Ну, вон там. Вот, вот, вот. Пойдем обедать, потом чистить. Ой, 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 ой. Со страху не помнишь и не сознается. Ой, ну как ты любишь хурать, а? А что убрать-то, если на самом деле так было? Да я на крыльцо вышла, и как раз он разрывным. Вот здесь под навесом была, а я на крыльчика был. Не надо ля-ля, а? Вот ты вот ни черта если не помнишь. Я говорю, ты со страху забыл вообще. Со страха я забыл. Я прям так испугалась со страха. Ты так их сушишь, да, Ирина? Да. Работа идет тяжело. Очень тяжело. Определенные успехи сделаны, конечно. Идут два ядра. Вот здесь одно. Кварцевое ядро. Все равно здесь убирать, поэтому пока гоню параллельно. Становится темно, ничего не видно уже. Даже показать нельзя то, что сделал. Дальше еще тяжелее. Возникает большое сомнение про этот зоно. А ну можно и не взять. Что-то на улице-то делается. Дождь кончился. Мерзкая погода. Все. Солнце заходит. Пройти. Страшновато одному все равно в лесу. Без собаки. Все. До завтра. День второй. Погода мерзкая. Идет дождь. Ужасно. 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 Даже работать не хочется. Ужасно. Ужасно. Так. Ну вот здесь надо запечатлеть две истории. Какие тут катакомбы. Разрыты. Этот труд только наверное Саша поймет какой сделан. Так. Вот вчерашняя. Вчерашняя штука. Вот этот котлованчик маленький. Куда идет за норыш. На том месте где лежит кувалда. И что интересно. Характерно. И так и должно быть. Вот эта секущая. День третий. Решающий. Иду к яме. Погода слабого. Хорошая. Два дня лил дождь. Опа. Скотское. Сегодня выглянуло солнышко. Грязь чавкает. Намочило то сколько. Надо хоть заснять кусочек пути. Утром это место в солнечный день гораздо веселей смотрится. чем ночи. Идем быстрым шагом. Можно все успеть сегодня. В последний день останется. Не знаю для чего останется. Потому что работы тут еще на месяц. утром. Вот тоже по пути старая копь. Кто-то ее работал когда-то. утром. Опа какая. Оооо. Хороша. Интересно что там достали. утром это место с елочками. Уж больно мне нравится. в основном прошли. Это папоротник. желтый. Грязный. Золотой. Где-то есть Сашина фотка. Среди него. Там справа за этой березой поваленной козлиная яма. Где козел помер. И эту копь никто взять не мог. Там копь князя Мещерского тянется. Такой ветер сегодня. Вот уже. Подходим. На рубах где расположена эта копь. Она начиналась небольшой ямкой. Которую мы с Сашей Маковецким выдолбили. Метров 30 уже длиной. Это голод. Дай Бог чтоб сегодня он не пригодился. Вот уже сколько я выбил. По ступенькам. Вот что получилось. Фух. Пластический раздох. Вчера не смог снять. Потому что влажность была большая. Дальше идет уже целяк. Долбили только половину. В крошку. Не знаю что получится за сутки. Сантиметров 20-30. В лучшем случае. Ну вот. Засим кончаю. Такие моменты требует заснятие. Ничего пока еще не дошли. Зато вот такие вот глыбы выворачиваю. Четыре клина. Только тогда отдалась эта махина. Теперь мне ее отсюда не выкинуть. Силы же нет дробить тоже. Поэтому сдвину где-то рядышком. Работаем дальше. Было тут 2-3 ядра было. Все они сходятся. Похоже в одно. Да. Это хорошо и плохо. Сейчас покажу где-то тут. О, не вижу. О, где-то тут топчет слюдка. О, где-то здесь слюдка. Да, есть. Мусковид идет с кварцем. Площное ядро. Работаем дальше. Все быстрее и быстрее дела идут. Вот уже и кувалда заканчивает свою жизнь. И эта, и вторая. Это плохо. 9-килограммовик сдался. Так, здесь еще печальнее. Зонорыш был маленький около лопаты. И за 30 сантиметров он, вернее, кварцевое ядро за 30 сантиметров глубины он сместился. Куда он сместился? Вот сюда вот он сместился. Вот. И если я, дай бог, пройду еще 30 сантиметров, а он идет вон туда, к тому кварцевому ядру, это будет означать, что все ядрышки выпрыгнули из одного места, которое вон под теми плитами находится. это работа еще на три недели. Поэтому, премиум самое оптимальное решение. Пойдем обедать. К исходу третьего дня подтверждаются самые мрачные прогнозы. Видимо, эти два ядра объединяются. вот эти два ядра рядом. Они, видимо, в одно. И здесь вот, в одного ядра уже... И вот у этого, у основного ядра, идет очень красивый уже шпат. Где он? Потерял. Спустимся ниже. Вот эти, как малбы. Да, вот они. Вот они. Вот какой-то и стал. Шпата хороший. Тут выше немножко. Вот кварчиковое ядро. и буквально вот еще одно ядрышко туда идет. Между ними пока дикая эта серость. Но они, видимо, объединились. Еще каких-то полметра, что уже не взять. Им можно думать о чем-то хорошем. Дальше бить уже невозможно. Обнаружил маленький тормашек. Но в нем пока ничего нет, кроме глинки. На глубокий. Сейчас поудобнее встанем, чтобы показать. Вместо кристаллов, которое хотелось видеть, там находится... Кварц ядерный. А все потому, что... Шпат уже альпатизированный такой. Маленький, но... Посмотрим. Трудимся, трудимся. Похоже, что без толков. Вроде был карман. И глинка даже пошла. Но следа идет дальше. И ничего здесь нет. Пока светло. Хочу заснять этот карман. Вот. Ну и здесь следа у нас. Вот тут она должна блестеть. Уже блестеть не хочет. Вот. Вот тут она должна блестеть. Уже блестеть не хочет. Уже блестеть. Все прекрасно. Шматки такие. Ну вот, если ничего завтра не выгребу. Буду долбить дальше. 2 травмы сегодня даже говорить не хочется 3 дня коту под хвост вся работа на смарку есть и часовой рабочий день с одним обедом карман пустой для наглядности вот клин самый длинный вставил 30 сантиметров шпат и следа идет дальше даже самым длинным клином долбить нельзя это значит полметра снимать вот этой всей это недели работы это так называемая козлиная яма козел тут утонул нас вечерин съездил москву привез насос и работу пустую я домой делать кладу Вот сюда по этому ядру вперёд, сюда вот сверху ядро Там вообще невозможно, я просто говорю кувалду сломал и всё уже, решил да сколько смогу Так, ладно, сейчас я так и сделаю тогда Будем долбить здесь Осваиваем новое месторождение, последний день Вот тут вот идёт кварчиковое ядро Ну и вот здесь вот я сейчас завалено, я обнаружил ещё одно Так что всё впереди, идём на обед Вот уже сколько убрал, сам себе удивляюсь сегодня Сделано очень много, сейчас увидите Вот так вот, до зонора не дошёл Ремни катастрофически не хватает Здесь не взять, а здесь можно идёт большое ядро Вот здесь вот, в самом конце, вот здесь вот, в речей Славно закончили поход Работы прородила на уйма Так, снимем для истории, сколько я тут набахал Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова